Здравствуйте! Сегодня у нас ролик, в котором я хочу рассказать про настольные игры в Ханое. Для начала просто расскажу про культуру настольных игр во Вьетнаме. На улицах я встречал взрослых дяденек, которые играли в традиционные какие-то настольные игры. Это было похоже на то, как у нас можно встретить дядюшек, играющих в шахматы или в домино прямо где-то на улочке. Но здесь это выглядит, конечно, очень аутентично. Также в разных барах я встречал некоторые патигеймы. В самом обычном магазине здесь можно купить не только игральные карты, но и однажды я видел и One Night Werewolves, а также взрывных котят, которые просто продавались где-то рядом с продуктами. Я видел, как во взрывных котят играют ребята просто где-то на улице. То есть в целом настольная культура во Вьетнаме довольно развита. Я разыскивал места, связанные с настольными играми в этом городе. Здесь есть несколько магазинов для настолок, но они ничем не примечательны. Но я нашел парочку настольных кафе и несколько мест для варгеймеров. Эти места я вам и собираюсь сегодня показать. Также перед тем, как мы начнем, я хотел бы рассказать вам о нескольких культурных особенностях Ханоя. Во-первых, здесь шумно. Во-вторых, здесь тесно. И в-третьих, тут грязно. Все эти особенности мы с вами можем увидеть и в тех местах, которые я собираюсь вам показать. Вот здесь у нас Ноно Бордгейм Кафе. Давайте пройдем. Вот, как только я с самого начала видеть вот эту надпись Бордгейм, я сразу понял, что это место для меня. Давайте заходим. Итак, это настольное кафе. Здесь для того, чтобы поиграть в настолки, которых здесь довольно много, вам необходимо заказать себе напиток. Цены на напитки от 35 до 45 тысяч донгов. Это обычные цены для кафешек, может быть немножечко больше. И за покупку одного напитка вы можете играть во все настолки хоть целый день. Что у нас здесь есть из настолок? Настолок много, выбор довольно обширный, но при этом странноватый. Тут есть странные настолки, в которые никто никогда не играет, только я их все перерыл, потому что это именно то место, где я арендовал настолки для своих обзоров. Для аренды настольной игры вам необходимо заплатить ее за влоговую стоимость. Это где-то плюс-минус миллион донгов. И потом за день ее вы тратите всего лишь 30 тысяч. Например, вот та самая коробка поселенцев, про которую я недавно рассказывал. Или что тут еще у нас есть? Вот про эту игру я вам рассказывал в ролике. Я брал ее тут. Точно я хотел сделать ролик вот про эту игру. Вот. The Doom that came to Atlantic City. Это пародия на монополию, в которой вы играете за древних, которые не строят город, а разрушают его. Но, к сожалению, правил в этой игре нет. И даже в интернете я правилки не ношу, поэтому обзор не смогу сделать. Но игра, блин, очень интересная. Еще куча настолок. Там разные пати-геймы и маленькие игрульки, в которые играются местные. Там есть, типа, Cats Against Humanity, Uno, взрывные котята, покер. Все, во что любят играть молодежь. Еще одно мое личное наблюдение по поводу этой коллекции настолок, это то, что здесь много игр на азиатскую тематику. То есть всякие игры про самураев, про ниндзи. Просто игры, в которых много всего про Азию. Их здесь, собственно, больше. Наверное, это связано с тем, что мы и находимся в Азии. Видимо, людям, которые здесь играют, эта тема более близкая. Хотя для нас это всегда что-то необычное и экзотическое. Ну что, потерли пузико Будде, и можно продолжать показывать вам это место. Идем. Люди тут играют в настолку. А здесь как раз тусуется какая-то компания вьетнамцев. Но примечательно то, что у них разложена вьетнамская версия монополии. Здесь играют и в серьезные настолки. Но я видел и компании, которые собираются просто проиграть в Уна, или в монополию, или взрывных котят. То есть разные категории людей собираются большими группами здесь и тусуются. Еще, как видите, здесь есть большая коллекция манги. А манга у местной молодежи довольно популярна. Главная особенность, которую я вам хочу рассказать, это то, что и в этом месте, и в других вьетнамцы очень громкие. Находиться компанией настольщиков в одном помещении с вьетнамцами, которые играют на настольную игру, довольно часто некомфортно. Потому что вьетнамцы ведут себя очень громко. И приходится их перекрышивать. А если этих компаний две, то становится настолько шумно, что буквально крик и тот не слышно. И становится играть на настольку довольно некомфортно. У нас был опыт, когда мне очень сильно не понравилась настольная игра, потому что вокруг было настолько шумно, что я не смог к ней просто даже нормально поиграть. Поэтому, ну, надо приходить сюда либо в будни, либо на свой страх и риск, либо попросту арендовать игры. Также здесь на входе часто тусуется компания друзей-владельцев. Разный молодежь. Они играют здесь на гитаре, слушают вьетнамскую музыку и курят свои странные вьетнамские штуки. Ну, такое вот социальное место. В общем, это довольно приятное место, чтобы поиграть настолки. Конечно, если рядом нету группы шумных вьетнамцев. Но, что примечательно, я не наблюдал здесь иностранцев, только вьетнамцев. Это место, оно немножко чуть дальше от центра, и, ну, поэтому здесь я не видел белых, только азиатов. Но при этом владельцы нормально говорят по-английски. Если у меня были какие-то вопросы, они всегда мило отвечали. С ними можно договориться. Сложно, но можно договориться. Ну что же, время отправляться в следующую локацию. Теперь мы приехали в Nest Board Game Cafe. Первое, с чем вы здесь столкнетесь, это то, что здесь негде припарковать нормально байк. И здесь есть настоящая карта, которая укажет вам, что байк надо парковать аж где-то вот там, договариваться там с охранником, чтобы идти и потом получать этот билетик, который даст вам припарковку бесплатно. В общем, с парковкой байков здесь сложно, но это обычное дело. Погнали внутрь. Вау, там столько народу. Как можно понять еще отсюда, здесь, во-первых, надо разбываться, во-вторых, внутри уже довольно много посетителей. И еще прямо снаружи видно, что это клуб на сонных игр. Можно заранее их посмотреть. А теперь мы разбаваемся и заходим вовнутрь. Чтобы поиграть в этом месте, вам необходимо заказать себе какой-то напиток или снеки. Здесь они стоят от 30 до 60 тысяч. В принципе, это нормальная цена. Но это еще не все, что вам нужно будет заплатить. Сейчас покажу. Здесь очень необычная система. Во-первых, вам надо обязательно что-то заказать. Если вы не заказываете, то дополнительно платите просто 20 тысяч донгов за человека. И еще за каждую игру, которую вы берете, вам надо заплатить компании отдельно. Например, здесь написано, что эту игру взять бесплатно. А где? А вот здесь, например, за вот эту игру вы заплатите 20 тысяч. И каждая игра отдельно оплачивается. Такой системы я вообще нигде не видел. Но, в принципе, выходит все равно дешевле, чем в наших родных странах. Самое главное, что стоит отметить, это то, что здесь великолепная коллекция настолок. Куча новых классных тайтлов. Видно, что за ними следят. И коллекция обновляется. Я прям пальчики хотел облизывать, когда видел, какие классные здесь есть игры, в которые можно поиграть. К сожалению, нет столько свободного времени, чтобы этим заниматься. Я рассказывал вам, что во Вьетнаме шумно во время настолок. Я вот это имел в виду. Собственно, здесь играть довольно сложно. Я не знаю, слышите ли вы меня, потому что я себя слабо слышу. Но тут микрофон, надеюсь, он улавливает мой голос. Собственно, это второй этаж, где играет сидя, а людям своим ростом, стоя вообще-то находиться довольно сложно. В принципе, как видите, это место довольно популярно. Здесь также можно арендовать игры. Для этого вы просто платите депозит, и в зависимости от игры, она будет стоить для вас где-то 50 тысяч долонгов за день игры. Ну, и как я уже говорил, выбор тут их огромный. Плюсы этого места в том, что оно в центре. Здесь шикарная коллекция настолок. Здесь часто бывают иностранцы, поэтому здесь хорошо говорят по-английски. И также здесь можно прям тут заказать еду. Но минусы в том, что оно довольно популярно, и по выходным здесь, ну, по-моему, невозможно находиться, потому что здесь слишком много вьетнамцев. И они сейчас орут, это капец. Также здесь немножко дороже. Самым удивительным в этом всем для меня было то, что в другом конце мира я нашел людей, которые играют в точно такие же настольные игры, как и у меня дома. То есть, по сути, даже не учитывая, что у нас совершенно разные культуры и языки, все равно мы можем найти какое-то общее хобби и заняться общим делом. Выходит, что настольные игры объединяют людей. Мы уже рассказали вам про настольные кафе в Ханой, а теперь мы перемещаемся в клубы для варгеймеров. К сожалению, я не очень разбираюсь в варгеймах, но все равно хочу вам их показать. Вот мы и пришли в место, которое называется D6. Здесь вообще нет никакой вывески. Для того, чтобы в него попасть, надо пройти внутрь, и там пройти в лифт, и поводняться наверх. И только тогда вы попадете в это место. То есть, в принципе, не зная о нем, попасть в него невозможно. Так что я вам открываю специальный секрет. Для тех из вас, кто не геймер, я объясню. D6 – это то, как мы задроты называем обычный шестигранный кубик. А прикинь, они, короче, будут такие... О, а что? А бывают разве другие кубики, кроме обычного? О-о-о! Заходите, заходите. Вот это D6. В основном здесь играют в Magic и в Warhammer, но также здесь есть немного на стол, которые можно поиграть. Если вы хотите здесь поиграть, то вам нужно арендовать столик. Аренда стоит по 20 тысяч человека, либо вы должны просто заказать себе каждый по напитку. И еще некоторые вещички тут есть интересные. Давайте покажу поближе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь также можно купить себе фигурочки для ваших ролевых игр и для настольных игр. Можно арендовать фигурки для того, чтобы ими играть. Уже покрашены. Можно купить краски для фигурок. Также здесь есть наборы кубичков для задротов таких, как я. И самое интересное, то, что можно с ними договориться о печати фигурок на 3D-принтере. А прямо здесь можно красить свои фигурки. Я знаю, что варгеймеры и любители фигурок обожают это дело. Я узнавал у местных, они говорят, что здесь есть мастер, который может помочь вам и научиться всем этим заниматься, потому что лично я совершенно не умею красить. Охеренно. Если вы регулярно сюда приходите и играете в варгеймы, то вам выделяют ваш собственный уголок, где вы можете хранить свои фигурки. А если вы простой посетитель, как я, то вы можете ходить и любоваться на эти фигурки, потому что камеры прозрачные, а фигурки красивые. Здесь есть целых два стола, чтобы любители вархаммера могли наслаждаться собственными баталиями. Также я знаю, что здесь регулярно собираются, чтобы играть в ДНД. Вот весь выбор на стол, который тут есть. Как я уже говорил, их немного, но все равно здесь есть во что поиграть. Это место милое и атмосферное. Сразу бросается в глаза, что это всего лишь одна комната. Если здесь больше вьетнамцев, то здесь очень громко. Но владельцы уверили меня, что уже буквально через месяц они переедут в новое помещение. Мы прибыли в место под названием Iron Hammer. Это и магазин, и место, в котором можно поиграть в Wargamer. Названия и выписка у него очень серьезные. Там, кроме всего остального, есть даже слово official. Давайте взглянем внутри. Это независимый магазин и одновременно партнер Games Workshop. И они продают все, что с Games Workshop связан, то есть все по Warhammer и не только. Также здесь можно играть. Прямо сейчас здесь проходит турнир. Играть здесь абсолютно бесплатно. То есть вы просто приходите и можете играть здесь со своими солдатиками. А своих солдатиков также бесплатно можете хранить в специальных местах вон там. Если у вас нет своей армии, то вы тоже бесплатно можете арендовать ее. Очень милые хозяева этого места, конечно, вам помогут. Все это сделано для того, чтобы вы влились в хобби и могли тратить на него свое время и денежки. Здесь же можно купить огромное количество красок для покраски ваших дорогущих миниатюрок. И также здесь можно купить множество книжек правил, с кучей-кучей правил и таблиц. Это второй этаж этого прелестного заведения Iron Hammer. Здесь и там люди играют тоже в Wargamer. А здесь люди даже рубятся в настолочку. Это место открылось всего пару месяцев назад. Поэтому полностью обустроен только первый этаж, а второй еще находится на таком подготовительном варианте. но здесь все равно уже чувствуется дух настоящего закрыва. Вот такой внутри Iron Hammer. По моим личным впечатлениям это место выглядит приятнее и современнее других. Спасибо за просмотр! Если вам понравился этот ролик, ставьте ему лайк. Если вы хотите больше роликов про национальные игры и обзоры на них, подписывайтесь на канал TheDroad. Если вы хотите больше роликов про путешествия и про Вьетнам, подписывайтесь на канал Need for Travel. Но ни в коем случае не подписывайтесь на них оба, тогда это будет слишком много классного контента о вашей ленте! Субтитры сделал DimaTorzok